И так всем привет с вами Кирилл и вы на канале Кирилл Гейм и сегодня с новой серии на проекте Родина Ролеплейс и у нас будет разговорное видео. Я вам покажу сегодня очень интересные скриншоты будущие обновления. Я уверен то что вам это понравится поэтому ставьте лайк и не забывайте подписываться на канал. Вся информация как с вами играть есть в описании под видео поэтому заходите смотрите не забывайте видеть мой ник при регистрации и также не забывайте вводить мой промокод который вам даст денежку поэтому заходите в описании смотрите и начинайте играть вместе со мной на проекте Родина Ролеплейс и так пацаны сегодня у нас получается видео будет разговорное я вам покажу несколько скриншотов groupe 44 скриншота но они очень классные поэтому я уверен то что вам это понравится видео потому что ну реально обновление и тогда крутая тем более то будет по моему первое обновление если не ошибаюсь ну дата будет первое обновление которое выйдет в этом году потому что выше на зимнее время но она выше перед новым годом поэтому это и на самое первое будет обновление и я вам покажу, что туда добавят. Ну, а перед тем, как я вам все покажу, я хотел бы вам посвятить группу проекта OnlyRolliPlay, это проект RMP с бонусом, как бы я здесь раньше когда-то снимал, примерно 4 года назад, я здесь был админом, снимал админ в будни, поэтому, кого заинтересовал этот проект, можете заходить, здесь как бы постоянно выходят обновления, промокоды на денежку тоже делают, поэтому, кому интересен данный проект, то хочет просто зайти, покайфовать, провести интересное время, повеселиться, то я вам советую этот проект, ссылочка на будет в описании под видео. Итак, первый скриншот, это у нас такая вот Bentley в новом виниле, то есть, скорее всего, на машины сделают новые винилы, я еще заметил то, что у него как-то колеса, знаете, кому-то развал стоит спереди, может, конечно, это мне кажется, но интересно выглядит, конечно, винил мне, кстати, очень нравится, еще и снег сверху есть, ну, это реально очень круто, то, что, как бы, есть и винил, и сверху винила еще стоит снег, и, скорее всего, на многие машины сделают новые винилы, либо добавят винилы, то есть, это реально очень круто, потому что винил кардинально меняет внешний вид автомобиля, и хочется, чтобы больше было разных винилов на разные машины, вот реально это будет очень круто, и надеюсь, что все-таки в обнове это добавят. Следующий скриншот вы уже могли видеть у меня на превьюхе в прошлом видео, я не знаю, зачем я так сделал, но, короче, именно вот это вы уже видели. Вот так вот выглядят две новые машины, это, получается, BMW 7, BMW 7, по-моему, если я не ошибаюсь, ну да, это BMW X7, и так же самое Rolls-Royce Kulinan, то есть, два автомобиля новых будет, два внедорожника, ну, как внедорожника, два паркетника, получается, это BMW X7 и Rolls-Royce Kulinan. Какая вам задачка больше нравится, пацаны, пишите в комментариях, что бы вы выбрали, BMW X7, либо Rolls-Royce. Ну, я так смотрю, то, что мне у меня кошка просто мяукает, это нормально? Багира, не мяукай, пожалуйста, я видео снимаю, алло. Короче, напишите в комментариях, какая вам машина нравится больше, BMW X7 или Rolls-Royce Kulinan? Ну, если не думать, то, что Rolls-Royce, типа, это, там, престиж, там, и так далее, но, внешне, мне, наверное, больше Beho нравится, она такая, знаете, злая, такая, ну, реально, мне Beho внешне больше нравится, чем Rolls-Royce. Но вы свое мнение напишите в комментариях. Следующий скриншот, пацаны, это машина 90-х. Это Mercedes S600, и, как говорится, кабан, просто кабан. Я не помню, по-моему, раньше он был на серваке, или не было. Короче, вот будет такая вот моделька Mercedes. Кстати, я заметил то, что частенько начали Mercedes добавлять. Ну, Beho тоже добавили одну, по-моему. Хотя, может быть, это просто не все скриншоты. Эти скриншоты я находил там основателей проекта, в разных группах еще находил, поэтому возможно, это еще не все скриншоты, которые есть, но все, что я нашел, я вам сегодня покажу. Вот, получается, Mercedes вот такой вот черный, красивый. Мне нравится, пацаны. Я, скорее всего, его куплю себе, но мне кажется, он будет стоить дорого. Мне кажется, он реально будет стоить дорого, потому что, я думаю, каждый себе захочет купить себе такую машину, типа, там 90-е, все дела, бандитская романтика, ну, короче, вы, я думаю, понимаете. Ну, и самый просто интересный скриншот, это у нас вот этот скриншот. Вот, реально, это самое интересное, то, что я вам могу показать. По сути, я из этого ролики записываю, потому что новая система тюнинга, пацаны. Новая система тюнинга, наконец-то, просто. Мы уже полгода, если не больше, сидим без системы тюнинга. Можно только поставить гидравлику нитро в СТО, а именно внешний тюнинг, там, диски, цвет, ну, цвет, ладно, еще можно менять. Ну, то есть, конкретного тюнинга нет уже больше, чем полгода, понимаете. Вообще, нету системы тюнинга на родине. То есть, они ее постоянно делали новую. Давайте посмотрим, что же все-таки они добавили. Давайте присмотримся просто. Так, мы здесь видим характеристики, то есть, будет мощность увеличиваться с помощью разного тюнинга. Как я вижу, здесь можно будет прямоток. Подожди, прямоток, это что? Ну, прямоток, это вообще выхлоп, типа, есть. То есть, можно будет менять жесткой подвески, либо просто менять подвеску, и за счет этого будет разгон лучше, либо зацеп лучше. Ну, в принципе, я думаю, вы поняли. Можно, получается, улучшить мотор, коробку, подвеску и вот что-то еще можно будет улучшить. Ну, короче, будет реально интересная и красивая система тюнинга, которую я очень сильно жду. Я думаю, именно следующее обновление, именно на этом будет акцентировано то, что будет новая система тюнинга, потому что многие просто ждут. Мне кажется, все ждут. Даже бизнес есть просто, понимаете? Даже есть бизнес тюнинг, но, как бы, он не работает. Его добавили еще, когда вышло глобальное обновление, его добавили этот бизнес, но этим бизнесом, по-моему, кто-то владеет, но прибыли с него никакой нету, потому что, ну, туда нельзя заехать, там ничего нельзя сделать, понимаете? Ну, что я могу сказать? Это реально круто. Вот, давайте полностью посмотрим. Но выглядит очень красиво, пацаны. Также еще, если я не ошибаюсь, они немножко еще улучшили графику, то есть графика чуть-чуть станет еще лучше и красивее. Следующее обновление будет акцентировано, я думаю, на машинах в основном, на тюнинге, на новых машинах, на винилах там и так далее. То есть это реально круто, поэтому я очень жду это новое обновление. Я надеюсь, что вы тоже. На этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите, начинайте играть вместе со мной. Поэтому вот как-то так, пацаны. Ждем просто обновления. Ну, реально, я думаю, тюнинг будет очень классный. Всем пока-пока.